Привет, это Ребуарно. Недавно мой подписчик Лёха через донат, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала Далбека, который называется «Все грехи и ляпы мультфильма Планета Сокровищ». Я когда только донат увидел, подумал, блин, смотреть все грехи мультика, которые я не смотрел, это мне кажется такое себе. Поэтому я всё-таки решил и глянул мультфильм Планета Сокровищ, который собирался посмотреть уже довольно-таки давно, потому что мне, в принципе, интересно подобная тематика, подобная тематика приключений, пиратов, других планет и так далее. Просто всё не мог выкроить какой-то момент и, наконец-таки, вот у меня момент появился такой. Поэтому теперь я во всеоружии готов смотреть на грехи этого мультика и давайте их глянем. Уверен, что будет офигенно, как и обычно. Погнали! Мультик, кстати, классный. Жалко, продолжения нету. Все грехи Трэшер Планет. Так. Все пушки направлены плюс-минус в одно и то же направление. Ага. Но эти первые выстрелы летят явно куда-то в космос. Ну да. Да и что за пушки такие, которые выстреливают так, что корабль совсем не ощущает отдачи? Книжка классная, блин. Вот такие бы у нас были тоже. Раз это интерактивная книга с озвучкой, то есть аудиокнига, то почему она в принципе в виде книги, если там текста нет? Ну, чтобы на картинке смотреть. Ну ты чё? Типа, камон, это же логично. Вот пончики со звездной пылью. Со звездной пылью? То есть просто пончики с грязью? Да. Дай тебе, пожалуйста. Ступай. Мне интересно, нафига ему нужны такие очки, если они даже не совпадают с направлением его глаз? Хм. Кстати, да. Видимо, чтобы казаться умнее. Бра, эти андроиды и правда перемещаются на гусеничных платформах? Эволюция именно поэтому и не создавала животных с колёсами, потому что в природе почти нет ровных дорог. На суше все плюс-минус перемещаются на ногах, ну кто размером примерно с человека? Я к тому, что эти роботы вряд ли смогут перемещаться, как положено, среди этих пустынь. Ну да, скорее всего. Фу. Так. У него ещё червяки с Плутона. Кстати, он же почти всё съел. Если ему никто новых не подобрал. Ага. Так. При первом её появлении на её столе были совсем другие приборы. Хм. Только что на окне была имитация цветов, но после выстрела в дверь окно стало прозрачным. Может сломалось там что-нибудь. Акробатика и физика может и имеет схожести, но это совсем разные вещи. Или по логике Доплера, каждый учитель по физике умеет делать сальтуху? Так. Что за свет отражает этот ключ, если на него ничто не светит? Так может он изнутри светится? Вроде как изнутри. Сюжетная дыра или сюжетная лень? Как Джим открыл карту, если ему никто не сообщил комбинацию? Ну может он понял, как это делается. То есть он просто... Просто её открыл? Нет, нам просто показали то, что чувак типа шарит. При том условии, что никто другой этого не сможет. Ну может быть это и дыра, но в любом случае нам просто этим показали то, что чел шарит. Типа он не простой дурачок. Так. Коралловая галактика. Это созвездие лебедя. Это калианская пропасть. Постойте, а это что? Мне плохо стало. Держите меня, я сейчас упаду. Во-первых, что за идиотская карта, которая не указывает владельцу, где она находится. Учитывая то, что путешественник может буквально находиться в любом уголке вселенной. Во-вторых... Ничего не понял вообще, ну ладно. ...какого чёрта планеты размером с целой галактики, а то и туманности. Это вообще несравнимые соотношения. Я понимаю, это типа для интерфейса, что планеты эти заселённые и галактики тоже типа заселённые. Но дело в том, что если посчитать, то в одной галактике могут быть миллионы, а то и миллиарды планет, приводных для жизни. В-третьих, судя по этим жёлтым точкам, которые, видимо, звёзды, это всё внутри спиральной галактики. Так почему галактики находятся внутри галактики? Он меня немножко загрузил, да. В-четвёртых, созвездие лебедя у тебя между ног. Созвездие — это рандомное расположение звёзд относительно... Ну-ка, дай-ка. Хорошо, так. Ну да. Логично. Нет. Всё на две линзы. Так. Сокровище Флинта. Богатство тысячи миров. Ты знаешь, что это значит? Знаю. Это значит, что если бы этот ключ открыли в маленькой подсобке, то голограмму было бы невозможно разглядеть. Серьёзно, этот ключ создавал явно какой-то дурачок. Я слышу корабль. На ему капитана и команду. Я так понял, он каждое утро лезет на гору книг, чтобы достать зубную щётку. А после мытья лезет обратно, чтобы положить щётку в стакан. Это реально очень странно. Мы отправимся в космопорт. Луна не может быть такой большой? Так это не луна. Это супер странно. Ведь по сути, это не такой уж и массивный объект, чтобы под воздействием собственной гравитации сжаться до шара. Хотя это тоже вопрос. Здесь проблема в том, что... Нафига. Обеспечить правильные условия жизни на орбите без элементарно защитного купола это невозможно. Там как бы корабли просто так плавают по космосу. Типа, ну это условности, мне кажется, всё-таки. В эру, когда каждый кусок говна имеет свои летательные системы на энергии света и аккумуляторы, народ до сих пор использует для перемещения грузов какие-то краны и прочее. Струнный инструмент без резонаторного отверстия. Зачем тогда такой объём здесь? Судя по расположению глаз этой дамы, она эволюционировала от травоядного. Они не двигают зрачками, для этого они поворачивают головой. Доброе утро, капитан! Все готовы, господа. Но я не капитан. Жизнь на основе кремния, это более чем возможно, но вряд ли она будет столь подвижна, как этот человекоподобный. Ну да Так Ну так зачем капитан позволила какому-то пирожку с ничем собрать команду для важной экспедиции? Вот этим я тоже задавался вопросом Типа нафига ты позволила вообще каким-то левым челикам, которые тебе не нравятся подняться на свой корабль В чем прикол? Как-никак ей лучше знать, кто будет хорош в пути и кому лучше доверять Лол, двух секунд на огне недостаточно, чтобы хоть как-то прожарить или хотя бы согреть еду в сковородке Об этом я тоже подумал Если огонь слишком высокой температуры, то еда на дне сковородки просто сгорит, а сверху останется свой Да, да Припугнитесь, доктор Так Кек, сейчас бы лететь на огромных скоростях без техники безопасности Да и вообще, в течение всего фильма все космические корабли будут летать без защитного купола Просто с открытым судном То есть корабль должен обеспечивать оптимальную температуру, давление, атмосферу, чтобы дышать, защиту от радиации, космического мусора Это вообще невозможно, какой бы ни был технологический прогресс Согласен Сделать защитный купол или замкнутый шаттл, где внутри все будет пригодно для жизни, гораздо легче и менее ресурсозатратно Да? А вот это мы, планета Монтрессор? Постойте, а это что? Неужто? Подождите, так они с такой скоростью будут лететь на другие звездные системы, если брать свет... Я тоже об этом думал, такой, блин, вроде они как-то медленно, блин, плывут Как они так быстро добрались до той планеты, вообще непонятно ...среднюю скорость лодки, а расстояние, ну, примерно тысячу световых лет, то лететь они будут больше десяти миллионов лет Удачи И ладно бы еще какие-нибудь червоточные показывали, типа, варп дви... Ну, варп это не то, да не червоточные, просто кротовые норы, через которые можно было влететь и вылететь в другой стороне галактики Но они такого же ничего не показывали Живые организмы в открытом космосе Хотя есть, конечно, экстремофилы, но в условиях космического вакуума они выживают, просто замораживаясь и погружаясь в сон Только что на это кольцо не были привязаны веревки И как жить мне, решаю лишь я Как тень сильвера падает на Джима, если за сильвером нет источника света Хвосты комет это испарение, например, льда, содержащегося в ней И они почти никогда не направлены по направлению полета кометы Направление хвоста зависит от падения лучей света звезды, так как свет имеет еще и давление Ах да, вы так же умрете Фига себе, он умный Если окажетесь внутри хвоста Так Так Она скручивается в черную дыру Через 47,2 секунды будет еще одна Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Так Рассказывай Казовый. Так, хорошо. Короче, ща будет больно. Давай. Если они столь близко к звезде, то либо давно бы сгорели, либо притянулись бы к ней под воздействием гравитации. Дальше. Взрыв сверхновой не сопровождается твердыми осколками. Все будет в виде плазмы. Черную дыру! Эволюция сверхновых и нейтронных звезд проходит гораздо медленнее, чем две минуты. А тут звезда успела вспыхнуть, затем превратиться в черную дыру, затем еще и снова взорваться. Черные дыры выглядят не так, не видно эффекта гравитационной линзы. Да и если даже это и есть черная дыра, то время возле нее течет гораздо медленнее, а на корабль это словно ей не повлияло. А еще их должно было разорвать из-за приливных сил. Как этот радар помогает понять, через какое время черная дыра вспыхнет вновь. Это, блин, радар. Вообще, все эти вспышки одни из самых ярких известных науке, а выглядят они не ярче обычной зажигалки. Ну да. Так. Я просто... Трубка направлена на Сильвера, теперь от Сильвера. Нафига ему сразу три разных видов зрения одновременно? Это же страшно дезориентирует. Мистер сна, включите искусственную гравитацию. Эта сцена заставляет задуматься, как именно действует искусственная гравитация на корабле. Каковы шансы, что на рандомной планете окажутся пригодные для них температура, гравитация, дав... А, неважно. Хорошо. Патроны, они до сих пор используют патроны, их технологический прогресс уже давно достиг такого уровня, что КПД солнечных батарей равен почти 100%, раз у них есть такие паруса. Следовательно, можно использовать аналогичную технологию и для оружия, почему бы и нет. Порядочек, без паники. Вдох, выдох. Сейчас бы дышать, когда ты робот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тоже хорошо. Ничего не понял. Корабль находится совсем недалеко от самой планеты. Почему здесь нет родной гравитации? Герои прорубили бамбук и уставились, а в следующем кадре уже на краю пропасти. И почему эта голографическая линия все еще активна, если до этого она пропадала сразу за самим ключом? Большая дверь открывается и закрывается. Вот как Флинт это делал. Открывал нужную дверь и добывал богатство во вселенной. Это и есть карта всей вселенной? Слишком маловато. Да. Учленное количество галактик, туманностей, звезд, изопланеты и так далее. Только что они входили прямо возле датчика, но в следующем кадре датчики уже далеко от места обрыва. Сокровища тысячи миров? Мы выберемся отсюда и не с пустыми руками. И вот наконец могу до них дотронуться. Сюжетная дыра. Так. Ну, вернее не сюжетная, а сфизическая. Он реально отрезал. Красавчик. Если в этом мире все еще сильно ценится золото, но при этом они свободно путешествуют по галактике, то нафига им искать это золото среди сокровищ, если многие космические тела, а именно небольшая часть астероидов, состоят из чистых металлов. Так. Это все благодаря процессу дифференциации. Почитайте, это очень интересно. Иными словами, в космосе полно бесплатных драгоценностей. Флинт хотел скрыть от всех остальных руки. И... И... Когда Флинт вынул мою память, чтобы я не разболтал про ловушку! Если капитан Флинт не хотел, чтобы кто-либо узнал о ловушке и вырвал модуль памяти у Бена, то почему просто не сломал этот самый модуль? Тоже логично. Все эти полеты игнорируют такое понятие, как инерция. Так. Аниматоры решили сэкономить и просто скупи-пастили вот этого чувака с мешком. Блин, шикарный видос. Оставьте этот лицемерный вздор для своих портовых подружек, Силер. Портовых подружек! Портовых подружек! Блин! Ролик получился как обычным, мега веселым, мега интересным. И со слишком многими грехами. Конечно же, я вообще плохо знаю физику. На самом деле, здесь Долбек прям апеллировал научными такими терминами, короче. И этого я как бы практически не замечал в мультике, потому что понимал, что это мультик. И к таким грехам я отношусь как бы нейтрально. Некоторые тоже моменты я замечал. Парочку я озвучивал их тоже в видосе. Вот эти были немножечко странные эти. Такие моментики, например, как приготовилась еда за секунду. Ну, это тоже так. Просто показали в мультфильме, чтобы было интересно. Короче, в любом случае, видос получился просто шикарным. И мне очень он, как обычно, понравился. И веселый, и интересный. И грехи такие странненькие, как обычно это бывает. Ролик классный. Лаки я уже поставил вроде как, не помню. Да, поставил. Огромное спасибо Лехе за то, что он мне за него задонатил. Ну, а если вам за... Тьфу, блин. Ну, если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну, а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.